Доброго времени суток всем дорогие друзья, с вами вновь мы Адекваты Каспер и мы начинаем смотреть, наконец-то начинаем смотреть матч сетки Виннеров, ну не сетки Виннеров, это групповой этап все-таки, но в общем Виннера. Virtus.pro против злых гениев и давайте сразу же пробежимся по составам, потому что ждать уже нет возможности. В общем, команда ЕГЭ, Питер Даггер, NGPPD, Crystal Maiden, Sumail играет на Windranger, Universe сложно у нас будет бегать на Slardar, Arteezy, Geocopter и Fear, Shadow, Шаман. Ну и Virtus.pro, FNG будет играть на Enche-Taparition, или да, но все-таки керри Винга, Lil у нас суппорт в Интерверно, в миде будет стоять God на Dragon Knight, ну и в сложный Phobos на Darksir. И вот тут снизу ты уже видел, с Андришником наверное, да? Поп-сервер, а сняли у Slardar, к хорошему в исполнении Virtus.pro. Да, ну стандартный этот быстрый забег от Slardar, там с телепорта, приходишь, ставишь вард, в общем этот момент могут читать. Так вот, ну сложный Darksir у нас, соответственно будет стоять против кого? Там Shadow Shaman, я смотрю, нарисовался, и есть у нас еще... 3-класс Герокоптер вот этого. Герокоптер. Не, ну в принципе могут быть серьезные проблемы у Darksir, просто потому что Crystal Maiden может его хорошо ловить в колбу, и Shadow Shaman может его хорошо очень ловить, и поэтому если Darksir будет допускать ошибки, будет залазить слишком далеко, то его будут ловить и убивать. Некоторые игроки от этого, честно, отвыкли. Они отвыкли от того, что слишком сильно гоняют оффлейнеров, и зачастую подставляются. Ну, сейчас посмотрим, как будет в этот раз. Собственно, в миде мы видим год против Сумаила, год уже очень сильно наполучал, Сумаил вообще не обращает внимания на крипов и просто разваливает Dragon Knight, пока у того маленький левел, пока у того Dragon Blood еще не вкачан, просто посмотри, что он делает. Ну да, тут даже Chilling Touch аппарат, естественно, не поможет Dragon Knight. Все, что в таких случаях делает Dragon Knight, обычно просто стоит позади на первых лвелах и получает экспириенс. При получении уровня 5-го, то есть, соответственно, 3-й уровне прокачки будет Brassfire, можно уже будет обузить Боттл и крипов спокойно добивать. Но при всем при этом, понятное дело, что как рейнджевик, ВРК, она должна свою линию будет просто выигрывать. Да, да, да. Ну, поглядим, как получится дальше. У Года, кстати, смотри, щитка нет, и у нас тут Ферсблата, Даракси, пропущенный первым и Ферсблата. Я видел, но там все довольно банально было. То есть, естественно, Рока Парджи с Эзершоками. То есть, просто Даракси сократил до минимума дистанцию до противника и был наказан за это. Ну да, Даракси в итоге получается у нас первого уровня, соответственно, ловить его пока не так уж и тяжело. У него ноль полученного экспириенса за первых полтора минуты игры. Соответственно, не особо тяжело пока этого товарища цеплять. Так вот, Драгонайт пока что без щитка. Соответственно, полный урон Сумаила до него долетает. Ну, если не считать вот эти миссы там с лоу-граунда. И очень-очень тяжело стоять в такой ситуации Драгонайт. Да, это же, как раз таки, на быстрый боттл. Как раз он его получает, да, он дотерпел. 9 крипов, все, пока смог томить. Хотя, ты знаешь, на второй минуте иметь 9 крипов Драгонайт против такой ВРК, это, в принципе, уже неплохое достижение. Так что, молодец. Но приходится, конечно, очень серьезно попотеть. Так, у нас тут Фингэм ушел за рункой. Увидел вверху баунти руну. Дал об этом инфу Драгонайту. И ДК спокойненько убегает за ней. Да, вот здесь очень такой неприятный момент для ребят из Evil Genius. Обратите внимание, вижена на рунах нет у Сумаила. То есть он не видит, где эти руны спаунятся, как их контрить, как их забирать. То есть все, что ему остается делать, только обузить боттл через Курьера. Естественно, здесь простор для действия. Что немаловажно, они не знают, какие это руны. А тут инвиз у Лила. И он забафный. Отправляется. Ну, пока что мы видим куда. Да, я видел, там поппинговали на нижнюю линию. Возможно, хотят Слардара сейчас попытаться как-то убить. Слардар, кстати, неплохо сейчас Иллидана погрыз. Иллидан так войдет на себя. Разменивается ПХП. У него есть стан, у него есть СБФ. Она потом прекрасно знает. Нужно, чтобы еще потянулся аппарат. Но аппарат пока, видимо, занимается отводами. Так что, может быть, стоит немножко повремениться с Заводом. Виверна рядом. Виверну, кстати, вот увидели. Лил выходит. Есть минус армора. Юниверс поймал стан. Там Виверна отлично закинула пару плюх. И это будет минус Юниверс. Замечательно. И Виверна с инвизом тут все-таки зарешала. Но зарешала даже не наличие ее инвиза. Она бы и без инвиза, вернее, так бы прибежала спокойненько. Если бы маршрут был такой. Подводит ЕГЭ отсутствие Вижена? Да, отсутствие Вижена в первую очередь. И, конечно же, отличная игра Теллидана в очередь вторую. Потому что он просто гениальнейшим образом на себя байтил оффлейнера. Он разменился по ХП. Специально сладарно себя привлекал все ближе и ближе. И потом, в итоге, удалось вывести его из-под тавера на довольно приличную дистанцию. Так что получилось сделать скилл. В итоге у нас на первых минутах ошибаются по разу оффлейнеры. На остальных линиях пока все спокойно. Ну, как на остальных линиях. Только лимит остался, на котором пока ребята просто занимаются крипстаттингом. Да, я смотрю, год вообще очень хорошо в миде стоит. Конечно, потеет достаточно серьезно. И контроль рун очень важен при такой игре. Но вот сейчас, например, он даже решил рунам никакого внимания не уделять. Хотя возможность у него есть. Вот мы видим, внизу сейчас едет Юниверс за руной. Тут находит ФНГ. А хостой Юниверс понимает, что не в его силах сейчас ботаться с этим во Париж. Но он просто выезжает. Четыре игрока в миде у ЕГЭ. В чем дело, Evil Geniuses? Подсмакаем, подсмакаем. Решили убить Год. И Год, по-моему, все понимает. Он держится очень аккуратно. Не слазит своего хайграунда. Не слазит с фигурочкой. Может быть, выдал то, что довольно агрессивно играет Сумаил. Но вот выходит Год. Доходит спинну. Фир. Шеклшот не срабатывает. Он держит Шеклса. Подходит Юниверс, дает Сан. Парашот. Это отличный минус. И дальше Фрусбайт. Можно ломить ФНГ. ФНГ пришел на ТП. Он хотел спасти, и не получилось. В итоге подставился тоже. И даблкил просто подарили Сумаилу Мидуну. Как же так? Стоит, на самом деле, отдать должное ЕГЭ. То, что они не растерялись. Дело не в том, что они могли испугаться этого Паришина. Они поняли, что и этого, и этого тоже не стоило. Не стоило, да. И как-то опасаться. Боятся, что вас могут чем-то принять. Потому что на ПЦ, если бы прилетела Вильерна... Посмотри, какой Юнивер такой. Да, что делать? Такого бы сложно погибать. Очень-очень классно. Очень агрессивно на линиях вдруг стали играть Real Geniuses. В итоге мы видим уровень четыре. Фирс сейчас тоже получит свой третий. Возможно, будет Хекс. Возможно, будет Эзершок Левел 2. В общем, пока что суппорты команды ЕГЭ очень опасными становятся. Потому что ЦМ, смотри, у нее уже вторая. Аура идет. И с мана Рейгена вообще никаких проблем нет. Тут опять нападают на ГОДА. Его опять тут будут сейчас убивать. Замечательные действия вновь от команды ЕГЭ. Они даже что-то душемана здесь не потеряют. Несмотря на то, что он замерз. Просто идеально. Да-да, согласен с тобой полностью. Я еще по отметил, наверное, помимо суппорта, отлично перемещается Юниверс на Слардаре. Потому что он, получив смерть на сложной линии, сделал два отличных асиста в миду и на топ лейне. И снова пришел в мид. Снова сделал хороший асист и килл. В итоге Юниверс пока, ну, работает лучше любого суппорта, лучше любого роумера на карте вообще. То есть это Слардар отрабатывает. Орабатывает очень даже круто. Да, и в итоге смотри, что происходит. Топовые 2 анекворса принадлежат игрокам команды ЕГЭ. Ну, там немножко Винга пытается разведить эту обстановку, но мы уже говорили по поводу Винги. Не знаю, мне этот герой как хардкерри, да, какой-то абсолютно не нравится. Не лейт, конечно не лейт. Это совсем не тот персонаж. Ну, вот-вот, у керри Винги от Иллидана всего лишь 3 победы из 8 игр. Это, в принципе, говорит о том, что не самый успешный герой в этой команде как таковой. Тут скорее как практика того, что... Ой, на то, по сравнению, драка начинается, подловили. Посмотрите, Артизи, Год пытается реализовать свой первый полученный ультимейт. Получается, дело с Бросфайера просто сдувает. Герокоптер родной пытается Фира отойти. Под Айн Шеллен Год преследует дальше. Под Сюржом дает стан Фира. Есть БТП. И Фира начинает оставаться, погибает. Стан от Юниверса по бою неплохо. Году. Посмотри, как он подкрался это сзади. Как опасно может сыграть. Это Кристалмейден ловит она Год и Год отбивается. Но не может больше ничего сделать. Еще стан по ФНГ. ВР-очка также. Через Фокус Файр. Как же она заправляла только что этого. Эйншента Паришина. Элитар, что он делает? Под Тавр прям стан неплохой в Сумаила. Простбайт лоббит. Сумаил не погибает. Юзает бот. И Шеклшот! Сумаил! И Шеклшот! Сумаил! Нет, ладно, Слизерин Крашер, но он просто руками. И избивает Лила. И это трипл килл для Виндрейнджер. Просто невероятно. Два фантастических Шеклшота под своим тавером он выдал. Как же они помогли выиграть файт. Фантастика. Сумаил просто красавчик. Вот это я называю хорошая драка. Во-первых, если речь пошла о потерянных деньгах, то Virtus.pro на этом почти ничего не потеряли. То есть минус 270 голды на четверых это вообще ничто. Проблема в том, что ЕГЭ очень много зарабатывает. У нас, кстати, нападение на Ancient Operation. Артизи залетает с Рокетберджем. Но, кстати, очень много крипов. Это, возможно, спасет ФНГ. Так и происходит. Его спасает Виверна. На Фира набрасывается Лил. И убьет его. Афиксовывается. Фир до конца. Там прокат. Убьет его. И крипы забивает. Боже мой. Что вообще делает ЭГЭ? Блин. И вот предыдущая драка. И этот эпизод говорит о том, насколько тонко чувствует ЕГЭ своих персонажей. Насколько тонко они понимают, когда можно подойти в подманси. А когда не нужно этого делать. И снова Сумаил в атаке. Паврошот подает. Сразу получает свап. Сумаил два стана. Одновременно получает. Есть вейп. Фростбайт. Не успевает отрегениться Верочка. И погибает мегакилл Одден. Мегакилл, кстати, Одден. Одден Дарксиру. У которого дела шли изначально очень-очень плохо. Сейчас он уже, кстати, почти пятый уровень. И у него очень много денег в итоге. У него уже практически готов Баклер с Хедреской. У Хедреска уже есть. Но тогда Баклера еще немножко осталось. Вроде бы, казалось, Лордар хорошо перемещается. По карте ассисты киллы делает. Но, признательно, фармил он меньше, чем ДС. Суммарно, если посмотреть по их нетворсам. То здесь грамотные первые подключения от Фобуса дают о себе знать. Ну и плюс вот тут фарм с Айншелом тоже. Несколько хорошо сказывается. У Лордара сейчас будет уровень 6. Это значит, что с Виндрейнджер у них уровень взаимодействия очень резко повышается. То, что сейчас фокус-файр от Сумаила будет невероятно силен. Если мы видели аппарат, который в предыдущей драке разваливался там за полторы-две секунды, то сейчас мне вообще страшно представить, что произойдет с ФНГ. Да и не только с ФНГ. Конечно, любого героя будут просто растаптывать. Может быть, чуть побольше будет жить год. Но, однако же, вот у него второй Драгонблад. Это сколько там получается? Дополнительного армора 6. А Юниверс уже снимает минус 10. То есть, ну, как понимаем, с минусовой броней где-то будет бегать год. Вот уже видим, что у него минус 4. Да, ДК, он как раз за счет своего количества армора он очень серьезно выезжает. То есть, у него ХП, хотел сказать, не так много. Но мы видим, что пока что Драгонайт очень стартовый. У нас там внизу нападали на Фьера. Залетает в него Стуан. Стуан еще и под Вортекс в итоге залетел. Очень больно. У ФНГ первого, кстати, уровня пока только Вортекс. А вот в Колдфит уже третьего. Возможно, была изначальная задумка взаимодействия с Драгонайтом и Вингой. Что-то типа под Стан, Колдфит, человек получает много урона, далеко не убегает. Да, то есть, они хотели играть так, как играли, например, Эмпайр с Драгонайтом в лучшие свои времена, прошлым составом. Тоже сразу реализовывать свои ультимейты, пушить того раза, залетать и сделать скиллы. Но первыми начали почему-то делать фраги ЕГЭ. Поэтому ВП немножко потеряли темп. Ну, посмотрим, как они этот темп будут заново себе набирать. Пока подпушивают нижний тавер, делают этот голд довольно агрессивно. Очень быстро погибают крипы. У Виртусов проблем с пушем не должно пока возникать. Да, вот этот Драгонайт со своим Коррозив Брэзом хорошо должен помогать. Мне очень интересно, чем тут Фир занимается. Потому что, не будем забывать, Шадоу Шаман когда-то был одним из самых пикаемых суппортов именно из-за своего пуш-потенциала. Из-за того, что он, набирая быстрый шестой уровень, мог очень серьезно вам надоедать, забирая ваши вышки. Вот, например, как это может произойти сейчас. Причем даже без змеек. Тут стоит тележка, Шадоу Шаман, малость продавил. Заставляет вернуться сюда Эншента Паришина. Ну, не дают тавер просто, ребята, из Виртусов. Сами тавер благополучно снизу забирают. Довольно интересный момент такой был. То есть, за годом его тиммейты пожимали смок, думали забайтить. Но ЕГЭ на эту провокацию не поддались, и в итоге ничего не получилось с ВПМ. Разбегаются они по своим линиям и продолжают фармить. Ну, ЕГЭ, ты знаешь, что это время тоже времени зря не теряли. Они просто фармили. Ну, мы знаем, какие артефакты нужны. То есть, в первую очередь, конечно же, нужен Клинк Слабдару, Аганим на АВРке и Герокоптеру первого артефакта на статусе. Смоук, смотри, Смоук и идут нападать сейчас на Драгонайта. Хорошее замедление. Будет стан в год не успевать дать стан в ответ к Юниверсу, и даже Виверна его не спасает здесь. На Рокет Бэверш унес много демжа магического. Кирокоптер такой персонаж, который и физику даст, и магию даст, и Колден Брейс от всего этого спасти не может. Ну, в этом плане, на начальных этапах, конечно, Колден Брейс, он очень уязвим, если есть серьезные маги, а здесь ВРка с пауэршотом, тем более по замерзшей цели попадать туда много ума не надо. Да и тоже Шала Шаманда со своим Форкином, ну или там Эзершок. Так что, в принципе, есть чем добить очень красную цель, и Виверни, если она собирается спасать, нужно начинать спасать где-то там с половины столба своего героя. Да, так и есть. Ну, мы видим, что пока ЕГЭ никуда не торопится, они просто пытаются доформить все свои первые ключевые артефакты, а наут ВП по кулдауну Драгонформы должны пытаться пушить дальше. Еще стоит два внешних Тир-1, на них можно переключиться, вот Глот набирает себе хорошую руну, отправляется в чужие леса, а там есть Питер Даггер. Посмотрите, Питер может подставиться, ловит Винтерс Бласт и... умирает. Да, видели-видели Виртуса этот момент. Хотели они, конечно, изначально поймать Гирокоптер, который там занимался фармом, был без маны, малоколечного хп у него уже было, но в итоге подставилась Crystal Maiden, что, естественно, лучше для команды ЕГЭ, но немножечко хуже для Виртус Про. продолжает сплитить Fear со своим Эзершоком, уже уровень 7, что у Шамана только недавно пятый он был, если что. И вот не уходил с линии. В итоге допушил уже до Тир-2. Змейки, правда, пока не тратит, хотя мог бы заставить оттянуться команду, но ты понимаешь, что, возможно, сейчас начнется замес. Да, Драгонайт пушит вместе с Хобосом, Элиданом и Лилом, и также там на поддержке у нас ФНГ засел. Да, я думаю, что особо замес какие-то нужны сейчас ЕГЭ, очень грамотно делают, они сплитят по двум линиям сразу, пока им спушивает МИД-1. Тавр, вот, снизу сумоет через Focus Fire, Тавр пытается прогрызть сверху, как ты подметил Fear, сейчас ставит War 3-2, будет ломать. Но вот такой вот заходит на Рошаны, и тут большой вопрос, больше ли денег они получат вообще суммарно по экономике за убийство Рошаны и одного Тавра, нежели получить ЕГЭ. Тут даже вопрос несколько в другом. Нужны ли будут сейчас так критически эти змейки Fear? Потому что в Virtus.pro, возможно, аргументировали этот выход на Рошаны тем, что змеек нет, можно пойти подраться, не будет одного из самых мощных заклинаний в этом замесе. Но так ли сильно они нужны? Потому что гирокоптер это с колдауном, и это уже очень опасно в узком-то проходе, еще и пауэршот от VR-ки, постоянно залетающие угоды, заканчивается форма. Тут, конечно, есть дабл дэмэдж, но много-много-много урона они получают. Шаду Шаман доформил себе блинг-даггер, залетает колдаун, год, еще и пауэршот получает. Очень хочется добить Рошана, но он там еще тысячи хп. Как-то нужно справиться с этой тысячей. Ну да, очень долго пробивает ВП, конечно, тут уже ИГЭ выручить неполный состав, не хватает только здесь рядом фира, и уже бежит, причем фир бежит с даггером. Он сейчас может хорошо войти, но что Рошан будет падать, скорее всего, да, Virtus.pro забирает на Иггис, Rangible Spirit. Игиту бессмертную забрала, и еще при этом Тавр забирает ЕГЭ в виду, и есть свап, свап геркоптера будет ловить, геркоптера успел дать рокот бэриджа, Иллидан ловит фекс, Иллидан будет погибать, пытается от памяти, чем-то троги перед твоей смерть, артизи делает дп-аут, очень классный мух, и в итоге Иггис просто ушел в никуда от ВП, просто в никуда. Да, возможно рассчитывали Virtus.pro на то, что забайтится на эту венгу сейчас игроки команды ЕГЭ, и начнут как-то драться, там уже команда потянулась, но ЕГЭ не глупые ребята, очень хладнокровно поступили, появляется второй блиндаги, блин, как же четко действует именно ЕГЭ, Virtus.pro вроде бы тоже все делает правильно, исходя из текущей ситуации, вот сейчас замечательное нападение на Сумаила, год тоже мы видим сейчас с блинком уже, и этот драгональд с блинком может стать серьезной занозой в заднице, по крайней мере, Windranger, потому что она как раз самая уязвимая, очень тонкий герой, который очень сильно зависит от того, получится ли размансить вот на этом своем ло-хп под виндраном, а ДК не дает такой возможности. Ну, ты знаешь, вообще вы пока, конечно, стратегически здесь абсолютно верно, но с очень большим опознанием, потому что они на 16-й минуте есть только 2-1 тавера, и они сами потеряли очень много таверов, что при такой стратегии не должно приключиться вообще никак. Да, и вот теперь этот Рошан всплывает боком, потому что ребята вроде бы должны были взять этот Аеги сейчас и идти его реализовывать, забрать там хотя бы одну, а то и две вышки, пользуясь тем, что у них численное преимущество. А получилось все несколько иначе. Получилось то, что пока они убивали Рошана, они сами потеряли лишних там полтора тавера это тир-1 и половина тир-2 на топе, ну, в итоге там целый тир-2. И core артефакты появились у ЕГЭ, этого нельзя также исключать, потому что Shadow Shaman с блинком это нереальная сила, если речь идет о ликвидации одного героя, а то даже и двух. Да, есть такое. Хороший дизеймлер. Ну и смог прожимает ЕГЭ, теперь они сами попытаются на кого-то напасть. С выходом вниз, через речку будут пробегать, заходить на чужой хайграунд. А Элидант, кстати говоря, может все прочумкать. Ускоряет очень быстро, и не получает танк-код, и код фростбайт-шикл, что-то неплохое залетает, со всеми временем. Есть Витерскёрт, хороший! Отличный Витерскёрт! Эти самые борты погибают в них же. Питер Даггер. Да, КПТ тоже уходит отсюда. Сумаил тоже ушел, в итоге отделывается пока размером один в один, но как мало хп остается у Дарксира и Драгонайта, они не могут продолжать драться. Вот эти два статических ульта стоят, никого не трогают, но подходить туда воевать естественно кишка танка и одной другой команды. Но как же все-таки видно не хватает немножко вверху сам и живучести и урона. Почему живучести? Потому что ДК еле-еле живой вообще оттуда ушел. Если бы не этот Витерскёрт, идеальный Витерскёрт, то скорее всего все закончилось бы намного раньше и намного более плачевно для команды ВП. А так вот у ЕГЭ мне в этом плане пить нравится чуть больше. Тут, кстати, у нас Артизи чуть не умер, у него попадает рецепт на БКБ сейчас, но он думает, что выше, он на ТП-шку просто уезжает. Он выживает, не хватает еще немножечко урона. Появляется БКБ, Артур проявил гибкость, а может быть получил веща от ППД, потому что он уже купил Огр Клаб и пояс, то есть это уже была почти Саша готовая. Там изначально был Белт, я так понимаю, что просто из-за того, что он покупает ФСМ, он покупает Белт для того, чтобы поднять себе здоровье. Я не думаю, что была знача, что просто так появляется этот Белт, то есть не может же он просто так тут висеть. Ну на будущее, на самом деле. Вот, 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 но сам порядок сборки артефактов, он мне уже очень сильно нравится. Кстати, тут поймали ФНГ, убивают его, по тому же пути прошли СЕГ, которым выиграли предыдущую драку. Так вот, и все сводится к тому, что игра у нас будет более-менее классическая, то есть ранние замесы, переход в мидгейм, сборка корр артефактов, а далее лейт. А в лейте у ВП проблемы из-за венги. Да, они уже довольно серьезно потеряли, сейчас 19-ая минута, мы видим, какая Avenged Full Spirit, опять же, в сравнении, например, с тем же самым Герокоптером, у которого есть в БКБ, здесь только Доминатор Огар Клаб, или там, два раза погибал, причем, в не очень приятных ситуациях, сам киллы особо не делал, и, опять же, количество товаров, отданных ребятам языка, тоже будет сказываться. Ну и вот видим, что EG теперь сами уже первым номером играют, довольно серьезно пытаются прессинговать, ставят свои ворды опять, и этот Shadow Shaman. Ну, плюс Fire, плюс Змейки, вышка падает очень легко и непринужденно, подойти, задефать, ну вот с блинком уже, конечно, на месте, может попробовать напасть какой-нибудь там Windranger, и попытаться его незаметно убить, но тут, кстати, на ворде, палятся сейчас Illidan и Darkseer, и его идут убивать. Amplify, дальше нужно продолжение. Еще и башек срабатывает, Жекл привязывает, ну, будет ли продолжение? Да, сейчас продолжение есть, Герокоптер с Rocket Barrage, Мелидана пробивает, сейвит его Виверна, но недолго останется здесь жизнь венге, она просто подставляет Лилу и улетает. Боже мой, что за ты был мне как брат. И в итоге минус 3 от злых гениев, Apparition уже свою закинул, остается здесь один Dragon Knight, который, конечно, сражается как лев, но и льва здесь тоже убивают. Боже, это там герокоптер. Минус 5 должно быть, Фанга тоже погибает, да? Минус 5. Просто, просто прошу обратить внимание, замечательный герокоптер, видел? Нашла он только. Щас, 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 щас. Герокоптер с Эрором без крыльев, чисто на двух винтах летит. Вот его наконец-то убили. Минус 5. Да, я вообще хотел подметить, как же классно позиционирует себя EGL. Единственное, за что могли ВП цепляться в этих драках, когда они уже вторым номером играют, это за отличное их комбо с Даксиром, с аппаратом и с Винтер Виверной. Если б они все ультимейты приставали качественно, они могли перевернуть за место. Но! ЕГЭ стояли в таких расстояниях друг от друга, что просто одним ультимейтом связать двоих было просто невозможно. А герои позволяют. Да, ЕГЭ в этом плане очень молодцы, хорошая позиционка, хорошие врывы, и в результате они просто развели ВП, не дав тем скастовать свои ультимейты как надо. И выигранный файт, выигранный салат, снесенный тавер, деньги и все остальное. А тут все упирается теперь в одну простую гипотезу или теорию, не знаю как это назвать, то что тот, кто нападает первым, тот и умничка, тот контролирует ситуацию, потому что виртуса не могут играть сейчас от защиты, не могут попробовать забайтить на Драгонайта, но фишка как раз в том, что да, ЕГЭ хорошо позиционку ведут. Они принимают уязвимые стороны своего там драфта возможно, да не только своего драфта, а сильные стороны драфта оппонента, вот так будет более правильно выразиться. И поэтому виртуса нужно нападать самим. Нужно реально идти и нападать. Драгонайт с блинком нападает, Винга кого-то выслопнула, вы там в итоге разобрали этого товарища, потому что ну не получается играть от диффенса, совсем не получается. Сейчас могут они пострадать от уже артефактных разниц, потому что можно первым игром пытаться поиграть, топать самим, пытаться что-то пушить, там вот эти самые комбинушки, которые должны были работать со стадией драфты, там драгонайт залетает и позади него ультимейты всяких кастов. Да, да, да. Но там уже от ЕГЭ просто вот БКБшки, Сэнджи, Аканимы, блинки опять же, то есть есть возможность уйти из-под атаки, а реакция у игроков ЕГЭ она просто шикарная. Поэтому ну очень тяжело будет даже первым, наверное, поиграть. Всегда есть большой риск того, что ты первым нападешь и просто обдашься пятером и тебя снесут. Ну не знаю, как будет действовать ВП, на самом деле ситуация явно нетривиальная, и нужно придумать какой-то выход из этой самой ситуации. Я уже говорю, надо идти и убивать. Нужно найти на карте кого-то, это во-первых. Для этого нужен вижен какой-нибудь маломальский и просто попытаться самим синициировать. Если получится, тогда все будет замечательно. Если же нет, ну что ж, на нет и сюда нет. Пока что ЕГЭ действует в позиции силы. ЕГЭ подходит на тир-2 по центру. В свою очередь Виртуса пушит лыжку на топе. Так они еще и снизу, смотри, подпушили Юнивер. Сейчас может подойти секундочка ВР-ка с Фокус Файером и немножко подгрызть ТВ-3, например. Борды поставили за тир-2, что очень интересно, и был Джениусус, то есть не оставляют на хай-граунд. Видимо, решили, что еще пока рановато. Может, может, будут отступать. Да, может, решили не особо форсировать события. Просто вот-вот-вот, еще и такой защитно-нападательный колдаун закидывает Артизи и крепчиков. Формящий скорее. Ну, нет, это как раз вот на тему, если его подают догонять вот каких-то два там халявщика, да, типа Венги, что она, во-первых, половину столба потеряет, пока до него добежит, во-вторых, просто может не добежать до него, в принципе, из-за того, что будет замедление. Так, ну, год, год БКБ. Даггер, окей, нужен урон. Вот, просто клацаем по героям по очереди. 90 урона у Дарксира. К обилкам вернемся потом. То есть вот просто проверяем, как будут ребята драться, если вдруг что-то пойдет не так хорошо. Напали на Артизи. Вот, вот, напали. Хорошо, с блинкулом станчик. Замечательно. Работает. Причем-то даже 5 человек даже не понадобилось. Загулял немножко Артура, действительно безвиженно фармил. Особо не знал, где находится Драгонайт на карте. Ну, думал, что ему будет дозволено все делать на карте. Хорошо, подловили ВП. Это, как минимум, выигрыш еще немножко времени пофармить. Это возможность, может быть, собраться и спушить тир-2. Это 700 голды для Драгонайта. Между прочим. Да, это помимо БКБ уже. То есть 1800 голды можно потихонечку в Кираску и попадать. А вот Кираса Ли. Потому что с уроном по-прежнему проблема. Урон пока только от обилок. Но у противника, с высокой долей вероятности, появится скоро триллион Блэк Кингбаров. То есть Слордар может себе в теории начать его собирать. У него уже Форста Блиндайгер готов. То есть такой уже полу-суппорчий Слордар полностью собран. Ну, как раз таки извещаться от Amplify Damage. Как раз под минус броней для противника делать какие-то кинлы с физического урона. То есть понятно дело, что БКБш там будут. БКБшки будут в большом количестве. В ЭКБ будет жить. Гирокоптер будет жить. Остал Кирас. Артфак, который поможет твоей команде. И поможет в случае, если получится, убивать противника. Ну да. Он хорош, если у тебя получится потом еще что-то купить. Вот в чем дело. Вот БКБ появляется у Винги, кстати. И с шешего гирокоптера. Так вот. Кираса она будет реально хороша. Именно если у тебя получится собрать какой-то дейдалус потом. Если у тебя хватит времени. Потому что сейчас, например, гирокоптер. У него вроде бы тоже дэмоджи не слишком много. Там две сотки. Но у него ведь флэг есть. У него есть армор есть. У него вообще с этим проблем нет никаких. Плюс фиксаторы имеются неплохие у ЕГЭ. Как массовые у ЕГЭ Прасладара. Так и точечные. Кристалл Мейден и Шадоу Шаман, конечно же. Угу. Так. У нас там Рошан теперь не появляется. Залетает Айс Бласт. Аппарат сейчас не будет видеть Рошана. Но Рошанчик возвращается на свое место. Ну и понятное дело, что отдавать ЕГЭ с противник сейчас ни в коем случае нельзя. И вы должны будут стягиваться. Вот хорошие руль есть ухода. Обратите внимание на дабл дэмодж. Серьезно. Смотрите, что с этим Рошаном под змейками. Так. Цемка специально подставляется. Чтобы привлечить на себя внимание. Заходит Иллидан. Но не видит ничего. Распит. Вручает ПКБ. Икс уже забрал АБР. Играться там нет никакого смысла. Иллидан остался один. Как же быстро пробивает. Пытается высыпаться. Куда-то уйти. Иллидан. Иллидан. Иллидан не погибает. Иллидан очень быстро. Питер Даггера. Это один-два. Размен Цемка байбекается. Пробивают Дарксиро. Но очень тяжело ходу. Дабл дэмодж активируй хотя бы. Но вот только сейчас он юзает. Но уже после активировал ПКБ. Это почему так? Почему так? Да. Забирают всех. Вновь. Ancient Apparition не успел сюда прийти. В принципе нет. Он успел прийти с телепорта на базу. Дело в том, что он не особо-то и нужен там был. Но минус четыре. Да конечно байбека Цемке. Ну и чё. Цемка здесь далеко не сама. Объясните. Почему так и дайте активировал дабл дэмодж? У него слишком много урона видимо было. Решил пощадить. Но он же дрался. У него ПКБ 10 секунд. Только-только купил. У тебя после дабл дэмодж активируй. Ты думаешь как-то сольёшь. Ну дэмодж клайд. Дезолятор на подходе у Сумаила. Да. По артефактам конечно просто шикарно всё. ЕГЭ. Если сравнивать коргеров, мидеров. То есть понятное дело. Продолжается да. Наращивание экономики злых гениев. Мы видим у них уже преимущество порядка там 7-7,5 тысяч по деньгам сейчас будет. По XP ровно так же. И я не знаю. Аутов для ВП становится всё меньше и меньше. То есть с каждой минутой Virtusam остается надеяться только на ошибку противника. На идеальный замес. Вот та самая теория идеального замеса. Мы к ней вернёмся. Мы к ней будем постоянно возвращаться. Потому что только сейчас именно эта теория может помочь Virtus.pro. Всё что нужно сделать грамотно. Залететь, забайтить на себя Dragon Knight именно ему. Потому что больше всех жить сможет только он. И дальше Winter Viverna, аппарат и Darkseer ваш ход. Но если они сделают всё очень качественно на связи с рульсимейтером по остальным героям ЕГЭ, они всё равно рискуют не добить много людей. Есть такой момент. Это единственная возможность. Да, это единственная возможность. Но посмотрим, достаточно ли прочности у ЕГЭ во время этого идеального замеса для Virtus. Если его, конечно, получится провернуть. Если нет, то это дать его Genius'ы с должное. Тогда они сыграют, можно сказать, идеально, что ли, если они не подставятся до конца игры. Поскольку они уже встряли вот здесь, на рунке тогда, на нижней. Там, где сейчас Antriac стоит. И я думаю, больше они не хотят так попадаться. Ну, пока особо, видимо, игра-то у нас не торопится. То есть он пытается до конца деформить себе WinRanger-изолятор. От определения изолятора и товара можно будет проще намного сносить. Ну, а что делать ВП? Вот вопрос. То есть стоять на базе терпеть. Фармить не хочется, потому что могут загангать. Vision'а особо на карте тоже нет. Стать единственный вар только на нижней руне. Ну, вот пятером передвигаются. Пока фармит там год. Суппорты за ним. Следом. У Shadow Shaman'а 10 змеек. Которые совсем скоро начнут наносить... Ну, ладно. Сейчас они, допустим, наносят 60 дэмжа. То есть это 600 с залпа. По Apparition'у, по другому слову, это почти фраг. Змейки тут, наверное, третий номер наносения физического урона. Ну, не. Змейки потом будут нереально сильные, потому что потом появится Аганим. С Аганимом у них там урон почти удваивается. Ну, там, да. 110 вместо 60 и 130 вместо 75 на последнем уровне прокачки. И там под ними совсем не захочется бегать. Есть один из этих суппортов немногих, к слову, которые наносят физический урон. Имеют возможность нанести хороший физический урон. Но это очень важно. Физический урон. Так, Заря подзвакает. Зато есть ЕГЭ. Видит Лила. Но Лила игнорирует. Видит Год. Два пока прожимает Амдавена. Год встречает. Акьюниверсу через станы пытаются просто разобрать и разбирает. Кулдан от Артизи. Слушай, Эгера остался здесь один. Но можно пытаться разобрать в два ствола. Так и делают. Иллюдан пробивает Артизи. Есть еще и Винтерскюр. ЦМ-ка пытается наливать. Пошел. Свап сбивает. Ульт Кристал Мейден. Это минус 4 от Виртус Про. Вот она. Первая ошибка ЕГЭ. Да, бегает там Самоил с Аегисом пока. Уходит вообще на базу к противнику. Есть ТП-шка. Там ТП делают сами ребята из Виртус Про. Но поймать, убить. Есть Аегис. Хочется выбить и снести его. Убить? Да, Самоил страдает. Аегис упал. Умрет, умрет. Там есть станы. Там должны забирать ВР. У него правда есть блин дагер. Куда будет? Никуда в ней будет упрыгивать. Скажи мне, что сделали лигой? Что они сделали? Зачем они бросили гирокоптера одного? На растерзание двум кором? Зачем они это сделали? Совсем странно поступили. В итоге... Боже мой ты посмотри сколько денег! Это был самый нелепый файт за сегодняшний день. Тех матчей, которые я уже говорил. Самый нелепый файт. Шесть с половиной тысяч. А все из-за чего? Из-за того, что они решили сыграть не так, как это обычно бывает. То есть обычно как? Обычно ты увидел первого героя? Убил. Идешь дальше. Второго? Убил. Все. Если ты начинаешь замес с того, что враг уже вчетвером, ты уже на коне. А тут они просто проигнорировали одного, второго. Да, 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 да. Пойдем убьем вот этого самого дальнего пацана и пофиг, что он самый жирный, этот Dragon Knight. Чего вы на него вообще пытались до него добежать? В итоге и Apparition, и Darkseer все сделали очень круто. Блин, лучше подарка для Virtus.pro? Это реально не подарок. Это такой закидон фига сейчас был. Но это действительно очень серьезный удар. Помимо того, что по экономике, то еще и по морали составляющей, я думаю, был Geniuses. И какой же подъем УВП должен быть? Ты посмотри. Графики уходят просто потихонечку в ноль. У УВП появляются реальные шансы. Почти в ноль. Там реально было шесть косарей. Из 7-8 тысяч должно было остаться две от силы 3 тысячи преимущества. А это уже ничего. Согласен, на такой минуте это уже ничего не значит. Фир, да. Он мне может подставиться. Фир! Фир, а что, что не ушел? У тебя же есть! А, у него ТПшка на КД. Вегал, он примерно представлял, что противник уже выехал. Пытался спрятаться. Но Айсбласт его там нашел. И еще один фраг от Virtus.pro. Блин! Это стрик. Минус 7. Сразу вспоминаю этот сайт. When did EG throw last? И, возможно, эта игра станет одним из последних закидованных команды EG. Я смотрю на эту WinRanger. У нее еще 4 минуты назад был этот рецепт на Дезолятор и Митрилхаммер. Да. И 200 голды. Сейчас Дезоль появится, но очень много времени ушло у Сумаила для того, чтобы дофармить этот самый Дезоль. А Virtus.pro. Просто нажимают Смоук сразу же после снесения Таура. И отправляются вниз. Там на 7 числе на меньшинстве, на самом деле, на карте. Сейчас можно ловить. Они все-то не отправились, потому что год идет пешком вместе с Солиданом и Фобосом. Если они кого-то сейчас найдут, например, какого-нибудь гирокоптера. Один. Опять Артизи здесь стоит. Тут что делают EG? Ну кто мне опиздает? Нажимает БКБ. Успевает нажать БКБ Артизи. И очень скорее всего будут там свапать. Да, да. Пошел свап. Затащили его обратно. БКБ скоро закончится. Его опять убьют. А все, команды в EG рядом нет. Погибает гирокоптер. Команды как команда уже нет в EG. Потому что что-то они делают в последнее время совсем. Что реально они делают в последние 5 минут? Я не понимаю. А вот эти вот фарм в чужом лесу, вижена нет. Ты не видишь противника. Ты фармишь чужой стак маленьких крипов. Зачем? Как же резко все может поменяться. Ноль. На графиках просто ноль. Семи с половиной тысяч бравого EG. Такого закидона я реально давно не видел. Я просто типо даюсь с того, что я сейчас вижу. Это действительно немножечко странно. О, набрасывается на Юниверс. В третьей форме. Уже тяжело уезжать отсюда с Лордару. Получает он еще ульта. Окей. Девятый фраг подряд. Отлично. Это реально девятый фраг подряд. И уходит так по ППД. Что хочет сделать? Ардиан Крестис срабатывает. Стоят по тамару. На самом деле это гирокоптер. Можно даже влетать в наглую. Спровоцировать на байбек и отойти. Может быть как-то поинтереснее. Может такими темпами Драгонайт реально рискует собрать все свои нужные слоты. Потому что у него Кираса есть. Еще 1800 сверху. Да. И он топовый к Недфорсу. Плюс у Дарксира потихонечку добирается Лотус Орб. Насколько я понимаю. И это будет очень опасно. То есть ты во-первых не можешь спустить Драгонайта. Просто потому что любое нападение на него сразу же контрится Лотусом. А там очень много точечных заклинаний. Лотус Орб в этой конкретной игре нереально крут. Просто потому что Focus Fire, Amplify Damage, Hex, сетка. Все что угодно. Да. Весь контроль он сводится на нет. Знаешь, что я бы отметил в игре? Да. В игре проклятие Аегиса. У той команды, которой был Аегис, она сливала просто в салате. Потому что Винга просто отдала Аегис в тот момент, когда был у Велитана. То есть это легко отделалось, да? А Верка там, когда у Никола Аегис, они пошли реализовывали и погибли просто в семерном сразу. Ну то есть тут непонятно, что происходит. ВП сейчас просто находится в смоках. Они ждут, когда Аега выйдет из базы, играет кондиционер, все это делать. И держи, держи, держи номер. Соответственно играют ребята из Virtus.pro. Все. Ой. Как это произошло, блин? Я до сих пор не могу поверить. Я уже похоронил Virtus.pro. При этом ВВП особо сами ничего не делали. Клим пришли, понимаешь? Клим пришли. Клим посмакаем. Приходит ВВП. Окей. Ладно. Мы готовы встречать и давать бой. И так оно происходит. Тут еще с умаил подставляется. А вот сейчас, когда ты начинаешь действовать с позиции силы, вот эта Винга со свапом, она может натворить дело. То есть она просто может идти на пофиг. Сейчас подсветила, свапнула, нажала БКБ, убежала. Все. А вы там спокойно разбирайтесь со своим Драгон Найтом, с его инстантовым станом. Это теперь может быть действительно неплохим планом. Забирают еще вышку. Сейчас ребята из Virtus.pro и идут на Рошана. Но до Рошана еще без малого минута. 3-5 минут осталось. Появится Демнеджик. Покупается Драгон Найт. Ну вот уже выход в артефакт, который будет носить ДПС. Скорее всего будет МКБ. С учетом того, что у ВРки там есть все-таки Винран. Его нужно как-то пробивать. Ну а ребята из ЕГЭ дофармливают себе свои БКБшки. Вот Слардар нафармил. Денег на байбэк не оставил. Аганим пытается уфармиться. Шадо Шаман. Ну Смайл наконец-таки с Дизолем. Но опять же тоже без байбэка. Ну вот драка на Рошане следующая. Она будет самой ключевой наверное в этой игре. Которая практически все должна расставить на свои места. Потому что там помимо Егиса будет еще сыр. И команды будут разные. Там будет мощный Драгон Найт. Вот это самое страшное, что сейчас может присниться команде ЕГЭ. Это мощный Драгон Найт. Ну довольно, знаешь, интересно в том плане, что не оставляя денег на победу. Покупается Демнеджик. Покупается там какие-то рецепты на что-то. Не, ну уронки понужен. Просто сейчас не та стадия, когда ты можешь потерять там всю базу. Плюс у тебя респауны. Ну главные респауны сейчас достаточно маленькие. Потому что лырва еще не совсем большие. Хотя все равно ты сейчас можешь на минутку отправиться в таверну. За минутку сторону потерять можно успеть. Особенно от Веркет с изолятором и от Шадо Шамана. Да, да. Ну одной стороной. Да, ты можешь конечно поплатиться за свою дерзость. Но пока мы видим все действия Virtus Pro. Оказались обоснованы. Ну и слушай, они просто спокойно забирают Aegis. И валяется тоже будет подобран. Ребята из ЕГ решили играть уже от Дефа. Находятся они на своей базе. Будут там встречать противника, судя по всему. Ну что ж. У меня захода как раз. У Дефа пролакать будет. У Верки нет ничего на участие, кроме Аганима. То есть полторы тысячи хп для Драгонайта, который через полторашку купит Манки Кинг Бар. Это будет просто сладкий буболех. Гирокоптер он тоже сейчас у Драгонайта перестанет пробивать. А вот ДК в свою очередь со своими 200 атаки. Ну допустим, сравню. Просто обычное сравнение. Допустим, 220 атаки у Гирокоптера. У Драгонайта ровно такие же там 200. Ну под Вингой даже чуть больше, там 250. Но тут с ракетом армора 71% сокращение физики. Ну тут еще такая проблема у ЕГЭ, что у них абсолютно нет никаких способностей против БКБ противника. То есть пробить что-то с Вингаса. Драгонайта не успел, видимо, отреагировать. Так, Росбайд на поводу вот прожимает также БКБ. Куча БКБшек прожали. Айсблаз залетает. Небеди. Под стенку поставляется. Бедняжка. Ценка. Собственно, Сумаин пробивает Юниверсу. Юниверсу больно. Юниверс пытается идти вейвом. Добивает Иллидан. Да ладно. Отличный подсейв у Виверны. Иллидан еще закидывает стан в Сумаила. Там змейки, правда, висят. Но Гирокоптера можно убивать только-только минус. Аэгис начинается очередной фокус фаер. Но Сумаил стесняется, потому что колд фит кидается и замерзает Сумаил. Будет ли на него нападение? Нет. Решили отступить Virtus.pro. Они просто отходят. Развели на байбэк Гирокоптер. Это самое важное. Байбэк Гирокоптер. Классный, кстати, в момент с этим байбэком. Можно сейчас перегруппироваться. Пойти попробовать напасть еще раз через ту же венгу. Через тот же свап. Да? Да ладно. Хайграунд Год. Прямо наглуда грозет его. Паршотом пытается кидаться в эрочка. Ну что ж, еще один бой, ЕГЭ как-то нужно дать. Залетает Фир. Ой, подстан подставляет слишком больно. Сумаил пытался пробить. Колден Брейн спасает. Еггард и Крипс. Колдан залетает, демоджа топа не накосит. Год получает Еггс также. Иллидан просто обживает его на Сумаила. О, Иллидан пошел. Еще будет и станы свап. Это еще минус. Виндрейнджер и можно добивать сейчас Артизи. Артизи пытается уйти. И хороший Жаклжоп по Эллидану не дает ему никого свапнуть. ЦМка отлично заливает с нового года. Год за год. Идет за Артизи, убивает его. Ну и сам Год, конечно же, здесь умрет. Прямо сейчас. Сторону забрать у Виртус Про не получилось. И сейчас мы понимаем, что немножечко фитанули ВПМ. Но они на два байбэ ключевых разделили. О, гем-гем-гем. Сбирает гем ДС. И уходит с блинка. Смотри на Fight Recap. Минус 53 и счет один. Найс. Нормально, хороший замес. Тридцать девятая минута. Да, вот эти супер драки. Там ЦМка плюс тысячу получила. Но в итоге, да, 61. Но самое важное, что здесь произошло. То, что ВП байбэкаться не будут. А у ЕГЭ на двух кор-героях байбэки теперь будут в откате. И вот этим будут ВП пользоваться в следующем заходе. А вот захотят ли они прямо сейчас идти? После того, как они появятся, например. Не обязательно прямо сейчас. Можно даже дождаться до Рошана. Я думаю, что время должно хватить. Нет, до Рошана они не успеют. Потому что... А ЕГЭ уже недавно был подобран. Поэтому, да. Там не успеют немного ребята. То есть, если они хотят действовать, отталкиваться именно от отсутствия дайбэков у противника. Кстати, ФОБУС! 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 ФОБУС ФОКУС ФЛАЕРА! И добивают ШТОДУС ШАМАН с помощью ЗАГШОКОВ. ГЕМ отбирают. А из класс не достигает ФИРа и Сумаилы. Вот один из неприятных аспектов ЛОТУС ОРБЫ является то, что тебе постоянно нужно его вешать. То есть, если он не активирован, он не работает. Вот, в отличие от той же ЛИНКИН СФЕРЫ, да, пассивной. Которая просто на тебе висит и висит всегда. Ты бежишь, у тебя там случайно кто-то там ШТОДУШАМАН прыгнул, ошибся, у тебя сработала ЛИНКА, ты убежал. Тут такой халявы нет, и поэтому ШЭКЛ только что аннигилировал ДС. Хотя, если бы ШЭКЛШОТ был на ком-то рядом с ДАРКСИРОМ, то, естественно, ничего подобного не произошло. Так, что у нас там дальше? Не обязательно. Не обязательно. Боже, просто смотри на этот график, уже 7500 Вертрус ПРО идут. Да. Комбэк 15, как минимум, уже произошел. 41 минута встречи, счет у нас равный, что самое интересное, 27-27. Стороны стоят, ну и будем смотреть дальше, что будет происходить в этой игре. Не, игры пока, на удивление, игра, вернее, равная, потому что драки происходят с 50% результатом. То одни, то другие друг друга выкатывают. Ну, это как раз интригит и добавляет. По-прежнему очень мало денег у Сумаила. Блин, у него этот нетворс там в районе 13 тысяч держится уже минут 10. Ничего не может он себе сейчас нафармить толком. Очень остановился. Ну, ты знаешь, у него вот в первых минутах игры, когда он прилетал на топ, были замечательные шоколшоты. Вот здесь, конечно, супер крутых шоколшотов мы уже с вами не видим. Ну, во-первых, потому что мешают БКБшке бесконечно. Во-вторых, конечно, подобрать сложный угол, по которому влететь. При этом не подставившись под героев Вертус ПРО довольно сложно. Особенно, когда тут все пробивает фактически. Драгонайт тебя бьет с руки. И свап, и стан, и винтерскерс, и айсбласт, к которому ты тоже неравнодушен, потому что у тебя нет БКБ. У Сумаила очень сложно себя проявить как-то в драке. Ну, опять же, да, Вертус ПРО достаточно хороший контроль. Контроль, пробивающий БКБ. Это и свап, и... Ну, свап, конечно, такой, и своеобразный контроль. Но все равно изменить позицию противника выгодно для тебя, как ты можешь. Да, это может быть ВРК, это может быть гирокоптер, который может его затащить поближе. Это может действительно сработать. Так что смог отъехать. Они пошли вниз, а там же находятся ребята из Вертус ПРО. Очень важная драка, может приключиться. И Вертус ПРО возглавляет движение. Юниверс, будет ли нырять? Нырять? Да, найс пас дальше, потому что он просто невероятный. Где же все спасения для Горда? Горда убивают Верерной. Ничего не сделало. В этой ситуации и Вертусам нужно просто разбегаться, потому что их уничтожают одного за другим. Ну, хороший Виттерскерс был, на самом деле, Аниса. Адраксиром неплохо так сочетались, но демеджа просто не было в эту комбинушку. Не готовы. Ни одной кнопки не было нажата. Виверна вообще ничего не сделала. Адраксир вообще ничего не сделал. То есть, они реагировали не на спасение своих героев, а на попытку убийства чужих. Ну да, когда Драгонайт уже потеряли. То есть, понятное дело, что демедж нам просто-напросто не хватало. Так-то, конечно, они комбинушку дали, в принципе, неплохую. Но в результате ЕГЭ молодцы. Хорошее нападение. Поймали трех героев в размен на одного. В итоге получилась драка. И сразу же ЕГЭ идут разводить на байбэке. Но Драгонайт нет байбэка. И это проблемой может стать большой. Потому что здесь страйвер справляет очень быстро. Секунд, в принципе, могут держаться. Чуть-чуть, что шамана нет. КПВР, я думаю, вряд ли будет с собой рисковать. Подставляет в первуюшку. Почему это то, что там есть венга? Ну, то есть, ее там конкретно сейчас нет, но она совсем скоро появится. Да, Игорь решили просто отойти пока. Ну, выиграли файт, видимо, и на этом. Довольно. Ну, зато получили денег, что очень тоже важно. То есть, герокоптер, помимо Javelin, есть 2 900. То есть, будет выходить в урон. 2 000 монетра ЦМ. Там непонятно, что будет покупаться. Юниверс 3100. Вот это интересно, что будет покупать Слардарчик. Слардар. Какие могут быть варианты? Кираса и Кираса. Ну, та же Кираса, да. Кираса выглядит неплохо. Ну, просто так ее покупать частями сейчас почти нет смысла, потому что почти все слоты у Юниверса юзабельные. Ну да, вот он продает стики, покупает себе гиберстоу. Отвечает на Кирасу противников. Довольно верно. И VR-очка имеет 3 962. Я очень надеюсь, что Сумэл купит себе БКБ. Просто понадежнее артефакт. Чтобы не проставляться под станы, хотя бы элементарно. Как Тарина на виндрейнджер. Так, что у нас тут года? Года-года-года. Полтора-жечка, да. Ну, маккейс, в принципе, все, все, все. Им просто нужно подготовиться заранее к драке. И понять то, что им нужно спасти драгонайта. Тот чего не получилось сделать буквально пару минут назад на нижней линии. Угу. Так, а там что он Дарксир нас покупает себе? Где-где-где? А, это Владмир. Ну, слушай, пора уже артефакты покупать на команду такие, да? Аурные, что ли. Потому что... Ну, обратите внимание просто. Ты видишь SolarCrest? Да, да. Где это все, короче? Нет, мы не все. Мы забыли, как нужно войнить. Просто SolarCrest. Нет, элементарно, потому что есть там физ-урон, да. Ну, вот что такое сумаил? Это физ-урон. Под Amplified Damage через Focus Fire. Купи ты себе просто обычный SolarCrest на суппорте и спасись. То же самое и с другой стороны, да? Там уже появилась МКБшка, например, у Кода, но элементарно или там, но он без МКБшки. И так далее. То есть, какие-то SolarCrest с другой стороны. Не, ну, Винга тут еще, я думаю, совсем не скоро станет полноценным кором таким серьезным. Просто потому что отсутствие МКБ ставит пока крест на карьере дэмэдж-дилера. Да. И ждем следующего файта. Я не знаю, чего ждут команды. Команды, может быть, ждут появления следующего Рошана. Конечно же, хочется просто идеально еще раз провести файл для ЕГЭ. Если поймать СВР-ку, будет идеально. Вот если просто ее подновить. Ильдан, по-моему, готов инициировать. Ильдан первым должен встречать противника. Но первым, скорее всего, будет инициировать как раз-таки товарищ Юниверс, который в прошлом за месяц зашел просто великолепно. Да, тут пока спамливают с ЕГЭ. Ильдан подсвечивает. Сразу же с Ворстаффа PPD уезжает. Осознает всю критичность ситуации, что могут его моментально выцепить. Да. Раздевардили точку. Есть кем по-прежнему. Смоки сейчас будут уже пропадать. ЕГЭ пока отходит в другую сторону. Надо отбивать линии. Непростая ситуация, непростая. От каждого файта зависит все. Минута осталась до появления следующего Рошана. Как же важно этот файт провести очень хорошо. Слушай, 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 слушай. Тут сейчас Фира могут подловить. Во-первых, находят вард. Разбивает еще один вард Виртус Про. Убивает Крипчика. Шекл. Очередной стан от Слардара. Очень вовремя фокус-файр захиливает Виверна. Идет у нас Виттерский Орд по Сумаилу. Юниверс пытается его убивать. Просто в куче стоят три игрока команды ЕГЭ. Но Иллидан уже погибает. Где Год? Вот он Год. Не надо гоняться за Кристалл Мейдену. С Артизи можно драться. Стал в Артизи отличный. Правда, там стоит Шекот. Убал, тяжкая стенка. Замечательно. Ушли уже далеко от Змеек. Это просто супер. Два байбэка от Слардара и Гирокоптера. Главное здесь сейчас не задерживаться. Раз байбэки были заюзаны... А в ВР-ке-то нет байбэка. Можно воспользоваться. А можно просто пойти и забрать Рошана. Ну, в любом случае, ВП на этот раз получил все очень круто. Потому что изначальный Фокус Файр от ВР-ки прошелся прямо в Колд Эмбрейс. Это не дало нанести соответствующего дэмэджа ВР-ка. Да, причем произошло... А на 347 урона замес 347 ВР-ка. Да, да, да. Это произошло буквально на первой секунде драки. То есть только увидел Фокус Файр на Драгонайте Виверна, ну, лил. И все. Лил, ты посмотри, кто больше всех дэмэдж нанес у ЕГЭ. 3150 урона наносит Шадо Шаман. Змейки. Змейки. Остальные нанесли очень мало. Да. Тут пока у нас Рошана пытаются забрать. Подбегает еще один крип-разведчик. Донес информацию до своих хозяев. То, что там все очень плохо и начинает падать Рошан. Но я не знаю, хватит ли вот этих 30 секунд ребятам из Virtus.pro, чтобы убить пацана. Да хватит, хватит. Винги нет, минус армора нет. Сложно хватить. Кот нарезает. Кот стоит. Неутлонно бьет своим. Смотри, какая интересная стата. Что в среднем за игру покупается почти полтора форстафа. Здесь их уже пять. Ну, мы знаем, чем это обусловлено. Здесь такие герои, против которых форстаф просто крайне хорош. С одной стороны, с другой стороны. Из-под кулдаунов, из-под взрыва с Ларвара. Там, в форстафате. С другой стороны, там. Да, вот эти винтерские орсы, станы, свапы. Вот это все. Из-под этого действительно очень полезно выталкивать. Ну что ж, сыра Егис. Остается ВП в этот раз, в очередной раз. Егис достался и Летанну. Забрал год себе сыр. Денег, опять же, очень много. Открываем табличку байбека. Видим, что байбек есть у Драгон Найта, у Винги и у ЦМки. Только, соответственно, на дефе у ЕГ байбек будет только один. Это очень-очень мало. Остальные байбек не смогут себе получить. Но и сейчас ВП могут отличиться. Могут, как минимум, выиграть игру. Как максимум, точнее, даже. Игру, которая, на самом деле, вызывала огромное количество сомнений у всех во время еще стадии драфта. Но после вот того закидона от ЕГЭ, я думаю, сомнения должны были пропасть моментально. И Летан начинает попадать. О, на Колден Брейс. Летарс, на Артизи. Ставится в Вардей. Летан, БКБ подрубил, пытается хоть что-либо сделать. Умирает очень быстро. Флопы стягивает. Трои по стенку. Замечательный. Гардиан Грифс. Яркоп, который просто смлетает, он без байбека. Пытался победить и умирает. Еще и свап универса. Смотри, могут попытаться еще его как-то догнать. Все, не надо гоняться. Не надо гоняться. Можно попытаться убить змейки. Пока действует глифт, можно просто развалить змеек. Шекл, фокус файр. Сумаил ловит в стану ответ. Нападает на Свардуара. Свардуар, хорошо. Еще два удара нужно по нему сделать. Юниверс отказывается, но улетает на версу. Также погибает PPD за Сумаилом. Гонится год. Две плюхи. Минус четыре. Минус четыре. Good game. Well played. 1-0. Virtus.pro с Керри Вингой. Боже мой, что происходит? Ну, на самом деле, я хочу сказать спасибо команде ЕГЭ за подаренную игру. Это ВП должны сказать спасибо. ЕГЭ просто пойти сейчас, выйти из кабин и сказать ЕГЭ. Ну, просто от чистого сердца. От чистого сердца. Благодарка. Реально благодарка. Потому что Virtus.pro не должны были здесь побеждать. Вообще никак не должны были побеждать. Объективно говоря, ЕГЭ должны были выиграть за 25 минут. Ну, потому что там была жутейшая доминация. По артефактам было все намного круче.